Если вы устали от городской суеты и сто лет не выезжали на природу, самое время отправиться в галерею Нагорное, ведь здесь открылась выставка, посвященная российской глубинке. Свои произведения представили два автора. Проект объединил живопись Юрия Демьянова и фотографии Анатолия Яковлева. На всех работах изображен один и тот же город. Он называется Задонск и находится в Липецкой области. Места здесь, как видите, очень живописные. Природа, она ведь сама по себе прекрасна, поэтому надо просто постараться что-то такое для себя вычленить. Разнообразное совершенно время года, разнообразное совершенно время суток. То есть просто важно, как говорят для художника, важно вдохновение. То есть если ты вдруг что-то увидел, надо не ждать, а сесть и попробовать написать. Пейзажи, представленные на этой выставке, очень разнообразны. Что удивительно, ведь все это окрестности одного и того же маленького городка. Он очень сильно преображается благодаря смене времен года. Вот жаркий августовский полдень, наполненный ароматом свежескошенной травы и ярким солнечным светом. Вот зимний лес, укрытый ослепительным белым снегом. А вот звонкая капель и ручьи, возвещающие о приходе весны. Конечно, есть здесь и осенние картины. Это время года представлено в самых разных своих проявлениях. Художнику удалось запечатлеть теплый сентябрьский вечер, листопад и самые красивые моменты поздней осени. Пожалуй, только в таких тихих уголках нашей страны есть шанс в полной мере прочувствовать красоту русской природы. Художник ведь, как бы он не пытался оказаться значимым, он всего лишь навсего проводник. То есть если у него будет настроение, вдохновение, и у него все сложится хорошо, тогда получится случайно. Если что-то помешает, то тогда может не получиться. Можно целый день проходить, допустим, проискать то место, то самое, ничего не найти, вернуться назад ни с чем. А можно просто случайно, проходя, вдруг что-то у тебя блеснуло, какая-то искорка ты увидел, и вот там надо садиться, и возможно получится все. В Задонске живет примерно 10 тысяч человек. Для сравнения, в одном лишь юго-западном округе Москвы жителей в 120 раз больше. Кроме живописных мест, в Задонске немало других достопримечательностей. Что неудивительно, ведь населенный пункт возник тут еще в 1615 году. Настоящая гордость Задонска – это монастыри и храмы. Многие из них были построены в XIX веке. Главная достопримечательность этого города заключается в том, что он сохранил планировку, которая была дана ему Екатериной II, 1796 год, если я не знаю. И вот он с тех пор сохранился именно таким, каким он был. Ну, часть домов перестроена, но планировка сохранилась вся та. Ну, а помимо этого, там есть интересные церкви, есть интересные дома, есть каменная гора, которая далеко не во всех городах есть. Глядя на эти картины, создается ощущение, что время здесь остановилось. Кажется, что облик мест, изображенных на них, вообще не изменяется. Впрочем, это обманчивое впечатление. Перемены в провинциальных городках тоже происходят. Подчас даже слишком быстро. Те вот какие-то уголки, которые представлены на этих работах, то есть какие-то мотивчики такие живописные, они, многих их уже нет, просто где-то там что-то построили, где-то там дерево спилили, все меняется. Но, в общем-то, я к этому отношусь так философски, потому что время-то оно все равно сильнее. То есть пройдет время, и все так покроется некой такой какой-то пеленой времени и станет тоже точно такой же стариной, какая, допустим, сейчас есть на моих работах или на фотографиях, которые здесь представлены. Все меняется. Люди меняются, города меняются, улицы меняются, ощущения меняются, что-то остается, что-то иногда такое... Ну, нельзя сказать, чтобы что-то увидел, и какие-то позднительные воспоминания, а иногда даже просто настроение меняется от посещения какого-то места. Слова «провинция» и «глубинка» у большинства из нас вызывают одинаковые ассоциации, покосившиеся от времени деревянные домики, плохие дороги, запустения. Почему-то мы уверены в том, что вдалеке от крупных городов нет ничего интересного и заслуживающего внимания. Вполне вероятно, что эта выставка убедит столичных жителей в обратном. И слово «провинция» для них изменит свое значение.